Да, есть подозрение, что было что-то хуже в этой позиции. И еще очень неприятно, по сути, нет времени, чтобы серьезно в этой позиции разбираться. То есть она, конечно, остается интересной, но заду довольно серьезные проблемы передо мной поставили. Как их решать, я пока не вижу. То есть как-то выковырить коня бы с d3, может быть в первую очередь заняться именно этим, сыграть кунь е1, тоже впечатление не производит, черные там потихоньку до разовьются, получат шикарную позицию. Ну вот пока все-таки из всего не самого радостного многообразия возможностей, которые у меня здесь есть, кунь е1 выглядит наиболее логично, наверное, я так сыграю. Так, тут ферзь е3, белые подмиграют, что в какой-то момент будут таки проводить f4, к тому же они не дают повести коня дальше через b8 на c6 на d4. Ну хорошо, я видимо, раз уж я сыграл конь d7, должен как-то все равно готовить этот перевод, сыграю b6. Так, тут f5. Отход ожидался. Наверное, надо все-таки развивать фигуры, сыграю кунь е3. f3, пока рано, то есть надо играть кунь е3, скорее всего. Здесь ладья f на c8, это неочевидное решение, что именно эта ладья туда пошла. Мне нужно как-то убрать фигзе, есть поле b1, есть поле e2, которое, конечно, более логично смотрится. После ферзи 2 надо считаться всерьез с ходом e5. На отход слона слон g4, слон h5. То есть вот может быть все-таки e2 так клетка с некоторыми недостатками, это, конечно, и b1 большого впечатления не производит. Судя по еле слышимым звукам на ICC, там мой соперник продолжает быстро делать ходы во всех партиях, но ничего не попишешь. Так, а если ферзи 2, e5, слон g5, e4, слон f6, e3, там пока на d7 подвисает, слон f6, слон d7 и конь е5 в конце варианта неприятно. Могу ли я как-то продолжить? Ферзи 2, наверное, нет. Еще раз, ферзи 2 e5, слон g5, e4, слон f6, e3, слон f6, слон d7 и конь е5, да. Все выглядит форсированно и все выглядит неприятно для меня. Если пока ставить ферзя на месте, сыграть h3, например, черные грозят реально какими-то отскоками или пока нет, непонятно. Конечно, ход h3 не производит большого впечатления, но, может быть, он и неплохой. Ладно, хорошо, сыграю h3. Здесь dc тоже интересный стратегический выбор. Передо мной стоит, я могу сыграть слон c5, согласиться на изолятор с более-менее активными фигурами, там с угрозой слон g2. Может быть, как-то быстро проведу коня вперед. С слон c5 выглядит более-менее пристойно. За черных pc тоже выглядит интересно, слон e4, dE, там получается другой изолятор на c5. Насколько он плох, непонятно. Все-таки слон c5 не нравится больше. Сыграет слон c5. Здесь пока g3, никаких тактических возможностей у черных нет, поэтому играю b5. Так, здесь b4. совершенно логичное действие. Я не знаю, почему я этот ход серьезно не смотрел. Я могу сыграть конь e4. Конь e1, ферзь e1, потому что на d5 там неприкосновенно. Если человек сразу забирает бьем d3, получаю неплохую инициативу. За какой-то пожар. Так, на конь e4 про d5 есть ресурсы. Но f5 неприятно. f5 очень неприятно. Сейчас сразу пытаюсь провести d6, что происходит. Слон g2, dE, ферзь e7. g2, pc. Опять-таки пешки не хватает. Какой-то там минимальной компенсации. То есть все говорит, что надо играть конь e4. Но вот ответ f5 смущает меня очень сильно. Ниже бака достойного возражения на f5. Искать его времени особо нет. g4, f5, конь d2, конь b2. Ну, играть коня вклад на b1 совсем обидно. Конь d3, cd. Ферзь d3, bc. d6, слон g2. g2. dE, fxg7. g2. Все было бы ничего, но черный играет cb. Я остаюсь без пешки с сомнительными шансами на спасение. Да, куда ни посмотри, везде, везде большие проблемы у белых. Странно же так получилось. Вроде бы по дебюту должен был я ставить нормально, но вот по факту расходятся. Реальность расходятся с тем, чего мне хотелось бы. Потому что неужели хочется играть конь b1? Ну, конь b1. Конечно, да. Ничего лучше не видно. Конь e4, f5. Ну, неужели вот там нет никакой возможности? Я сейчас совершенно бездарно трачу свое время, но сильно не хочется играть конь e4. Конь e4, f5, конь d3, cd. fd3, fe, e4, пожертвовать фигуру. Причем ни за что, то есть пока... А, нет, ну за одну пешку. За одну пешку пожертвовать фигуру. Напали, правда, на вторую. Может быть, напали на d6. Что, неужели идти на эту позицию? Фигура должна быть старше. Конь d7, слон h7, король h8. Хорошо, давайте сыграть конь e4. Скорее всего, это ни к чему хорошему не приведет, но... Соглашаться на просто, на чуть хуже мне совершенно не было желания. В основном, e6, здесь опять-таки у черных полный порядок. Вообще, по дебюту мне не удалось поставить никаких проблем моему сопернику. В общем, мягко говоря. Бороться, конечно, надо. И дальше. Скорее. Скорее, конь c2. Е8. Такой, в общем, укрепляющий ход, в принципе, полезный. Займусь тем же самым. Сыграю слон a2. При случае он пойдет на b1. Здесь конь d3. Мне предлагается взять на g2 и взять на e2. Что получается, если не ошибаюсь, лишняя пешка. Если ничего не зеваю. Белый там явно будет мощная активность. Они ее, скорее всего, отыграют. Я, тем не менее, скорее всего, должен идти на эту позицию. Слан g2 пойду. Здесь слон d5. Слан d5 неожиданное решение. По-моему, f5 было значительно сильнее. Здесь как раз получается в белых некоторая компенсация. Вся тоже не чрезмерная. Сыграю конь d3. Слан d3. Вполне ожидаемо. Зарешить, стоит ли играть g5. Не факт. При случае допешка попадет под удар от c1. Есть более надежные продолжения. Вроде конь d5 или конь b6. Наверное, конь b6 смотрится неплохо, на самом деле. Сыграю конь b6. По времени уже серьезно проседаю. Явно в этой партии, в этом, точнее, сианте. В заимном сианте мне придется гонять много флагов, но... Чего не пропишешь. Наверное, не стоит f6 играть и допускать f5. То есть все-таки желательно взять на f4. Возьму на f4, действительно. Есть cd. Опять-таки надо попытаться понять, какой фигурой лучше брать. Некоторая компенсация будет и в том, в другом случае. Так, на глазок взять ладьё мне нравится чуть больше. Поэтому возьму ладьёй. Такая, конечно, там c6 поставят в любом... На любое из моих взятий. Чего не сохраняют лишнюю пешку, я сохраняю некоторую компенсацию за неё. Ферзи f6. В этой партии исход дебюта меня отручает особенно сильно. Попытаюсь как-то какие-то конкретные меры принять. Чувствую, что это, конечно, добром не кончится. Но сыграю конь b5. Тут ферзи f4. Пока на f7 не висит. То есть я, наверное, могу сыграть конь b8. Хотя ход выглядит вызывающе, но, наверное, он не проигрывает. А коня конь на c6 будет неплохо смотреться. Тут принципиальное взятие на e2. Каких-то серьёзных противопоказаний я не вижу. Белый, наверняка, отыграет материал, но, может быть, не более того. Поэтому беру на e2. e4. Принципиально, не факт, что сильнейшая, но, по крайней мере, действительно очень принципиальный ход e4. Но я должен, скорее всего, играть e5. Тут конь b4. Интересный тактический труп, который я, конечно же, зевнул. На ab последует f2. Вообще, конечно, удивляюсь, как моего соперника удается подмечать всю эту тактику в таком быстром контроле. То есть, я успеваю только поразглагольствовать на ту тему, какая у меня плохая позиция. А вот соперник, видите, успевает наносить довольно мощные тактические удары. Конечно, надо было играть ферзь e2. Снова 2. Действительно, если бы все получилось как надо, было бы более выгодно для меня. Но, видите, что в итоге как надо ничего не получается. Ого, или просто стрять ферзь b3, ну там просто буду чуть хуже стоять. Или ab, ферзь a2, ферзь h7. h7, конь a2. Пока лишняя пешка, но она настолько неказистая, явно там отыграется. И тоже стою явно хуже. То есть, в общем, неприятный зевок. Право переходить на борьбу за равенство и в этой партии тоже. А она была, на самом деле, моим, по-моему, единственным шансом. Ворота за победу, хотя бы в одной из партий сеанса. Ну хорошо, ничего не попишешь. Опять-таки, ферзь b3. Игра, здесь c6. Есть ли смысл как-то продолжать давать на компенсацию? Или все-таки пытаться отыграть материал путем пункта c5? Есть у меня ощущение, что пора отыгрывать материал. Сыграю конь c5. Конь f3. Поведу коня по аналогичному маршруту. Конь g5. Конь будет просто менять моего слона. Мне очень приятно. Можно играть f6, но тогда конь e5 не создаёт проблемы. В общем, надо делать какие-то ходы. Здесь пока ладей f7. Есть у меня возможность f3. Видимо, должен мне на эту возможность идти. f1. Ферзь a2. То есть конь a2. Побью ферзь. Так, слон a3 там. Слон a3 ещё добавит. Продолжаю, в общем, зевать. Зевать продолжаю нещадно. Так, вот у нас слон a3, там возможно ладя a1. Хорошо. Юфер взём. Слон e3. Можно взять, можно как-то попытаться 3-0 сыграть. Возможно. Хотя, вот таки выглядит слегка подозрительно. Можно после взятия сыграть конь d7. Попытаться побороться за поля e5 и c5. В общем, скорее всего, взятия хорошая идея. Хотя, есть и альтернативы. Там b4 как-то можно сыграть. Потом на отход коня не последует. Последует d7. То есть, видимо, всё-таки надо брать. Здесь f. Тоже сыграю f. Конь c5. Обязан брать. d8. У меня повисает на c5. Такие вещи, как ни странно, ещё вижу. Видимо, неплохо было бы взятия куда-нибудь ввести. Например, на полю c2. Наверное, так и поступлю. Конь g5. Тоже вполне ожидаемо. Конечно, если белый хотят брать на e6, то f6 сейчас ход для меня не сверхполезный, мягко говоря. Но что сделать взамен? Что ещё на f7 пока висит? Какой-то ход вроде fd7, однако не решит. Ну, в общем, может быть, выбираем между f6 и fd7. fd7 мне пока нравится побольше. Действительно, сыграю fd7. Ну, а тут редкий случай, когда, видимо, во всех партиях очередь хода за моим соперником. Ну, видите, продолжалось это недолго. b5. Вскрывая ферзевый фланг. Конечно, слоны чёрных явно разгуляются в этой позиции. Но что я могу сделать? После того, как был отдан белопол, резко оценка качнулась не в мою пользу. Ну, как-то, видимо, надо подводить фигуры в центр. Может быть, слон e5. Может быть, конь d4. Сыграю пока слон e5, хотя, конечно, тоже не вызывает большого доверия этот ход. Здесь конь ушёл на f6. Неочевидное решение. Конечно, он не попадает под f4, но конь на f6 странно смотрится. Видимо, у меня есть некоторые шансы на то, чтобы всё-таки получить в этой партии нормальную позицию. Правда, после f6 ему коню задают неприятные вопросы. Какие есть возможности? Ну, видимо, не так много. Неприятная идея за чёрных, конечно, заключается в том, что они готовы f5, f4 проводить. Так, у меня 6, видимо, нестандартный, но довольно сильный ход. Я, наверное, каким-то образом всё-таки должен обеспечивать своему коню пункт d4, то есть сыграю пока лдя d1. Явно это всё не сильнейшее, но уже нет у меня никакой возможности здесь искать сильнейшие продолжения. Да и к тому же и раньше не особо-то получалось. Конь e6. Вот надо выбрать кем взять. Опять-таки, сложное решение. Я склоняюсь к тому, что fe. Наверное, неплохой ход отнимаю соперника пуля d5. Сыграю fe. Идет d1. Можно ли здесь как-то побороться за удержание материала, но по виду, конечно, нет. Сыграю просто d4. Последовалось на d4, и вот я должен выбрать, играть ли конь d7 или есть что-то лучше. Наверное, всё-таки конь d7. Е5 там пока сразу не побеждает. Я могу взять на е5, и там после 3 на да, у чёрно-белых на d3 подвисает. Поэтому конь d7, наверное, ход возможно. Конь пошёл на e2. Действительно, на c3 ему уже было делать абсолютно нечего. Но я могу побороться за вертикаль. Наверное, это стоит сделать. Понятно, что там при случае на a6 у меня подвисает пешка. После lf8 я ещё подгоняю ферзя на поле g4, где он расположен хорошо. То есть вот, может быть, не стоит спешить с lf8. С другой стороны, что делать тогда? Возиться-то объективно явно не должна каких-то больших опасностей для меня представлять. Но ход делать надо всё равно. Хорошо, сыграю пока a5. Избавлюсь от слабой пешки на a6. Предоставлю белому возможность высказать. b4, да, это логично. Всё-таки чёрные рисковали там остаться лишним материалом. Поэтому мой оппонент сразу подрывает самый лишний материал. Но я ничего не могу сделать для того, чтобы его сохранять. То есть должен играть cd7, скорее всего. Да, cd7 следовало. f4. Скорее всего нужно ставить одного из коней на d4. Это вопрос в том, какого. Это довольно сложно. Нейтририальный вопрос. Есть аргументы в пользу обоих ходов. Но опять-таки должен делать уже любой. На самом деле времени нет. И это... Продолжение следует...